приветствую снова мои хорошие я только что пришла к бабуле сегодня я работаю у нее и сразу первая ошеломляющая новость она мне сказала что у нее оказывается две две печени представляете ее лечащий доктор этот дежурный терапевт как бы семейный доктор обнаружил что у нее две печени как он обнаружил вообще каким способом судья ставить все что ты петли так столько всего она мне наговорила уже 15 минут не должна как работать и еще не начал ладно начинаем короче огурцам капец все я больше не буду здесь садить огурцы или земля плохая или что и я офигею просто-напросто потом когда приеду с молдавии посажу у себя на балконе огурцы и все а здесь не книги не буду садить надо все это убрать все это только не знаю когда может следующий раз не сегодня у нас погодка сегодня у нас облачки вечером вроде бы как гроза должна быть смотрите что тут есть у бабули не поверите сивка ворка вещико ворка и лебедь царь лебедь лошади такое то у нее ага уголочек над кровати таки вообще как у нее тут спальня устроена это бывшая спальня ее сына сейчас она здесь спит картины во всю и вот такая вот вот так вот железный как бы железная стена тут всякие всякие игрушки сувениры в общем понавесила она письменный стол книжный шкаф платяной кошка телевизор кстати вот эту картину я попробовала тоже нарисовать у меня есть такая картина срисовала скопировала прикольная вот это вот нет мне нравится правда замутохишься пока от пыли повытираешь вот это вот мне не нравится конечно так я вам говорила чтобы были когда была помоложе она была в россии вот эти вот ложки она привезла и она даже не знала что это музыкальный инструмент пока я и не сказала вот она удивилась она общине книгах не могла понять для чего эти ложки такие делают это к этому инструмент музыкальный как инструмент музыка приколистка так а здесь у нее в этом барочке вот такая вот русская бутылка водка битьем кремль или что тут была водка это вот она много сувениров оттуда привезла с россии и что самое прикольное у меня нет матрешки а у нее есть матрешка вот такая вот матрешка не помню сколько там их штук 6 или 7 так а сегодня от бабули я принесла вот такие вот цветы я даже не знаю как они называются не это не колокольчики по астры не астры нет не астры даже не знаю но зато красиво снова зал украсила так я уже дома и принесла урожай домой вот видите работаю в огороде и имею свои овощи бесплатные дзукини я хотела чтобы они ой не падай я хотел чтобы они еще доросли но бабуль нет надо сорвать надо сорвать надо уже можно кушать 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 вот смотрите какой маленький несчастный но все равно сейчас я сделаю у меня еще и два дзукини две дзукини в холодильнике сейчас сделаю оладушки дзукини мне и никитушки муж такой не ест конечно это мы себе на обед сейчас сделаем ух текаю с кухни вот там так жарко нажарила этих кабачков а вспотела смотрите на кухне так жарко пипец вообще-то я очень люблю оладьи из кабачков это одно из самых моих любимых блюд но их у меня конечно много моих любимых блюд я помню на работе на какой на работе я помню сейчас закрыла тент помню когда я жила на родине еще даже по моему меня никита не родился я жила одна я и как раз и лето было много кабачков и я покупала их эти кабачки много-много вот я покупал самые крупные кабачки выбирала потому что они все равно на оладьи мне пойдут и все равно они они дешевле стоили я попала много кабачков и постоянно я так часто делала оладьи с кабачков и отрывалась но это так куда было мне можно было у меня была работа я много двигалась все такое сейчас конечно такое удовольствие я часто не делаю потому что это все таки уже мне отдаются и не знаете сами где вот и короче и сейчас я снова сделаете оладьи из кабачков я так объелась ну ничего можно и нояр иногда позволить себе неприятность эту мы переживем неприятность эту мы переживем так что никита придется школы я ему как раз эти кабачки смотрите я все вспотел я его эти кабачки сделаю со сметанкой он тоже давно их не ел поезд вообще он тоже есть такое не знаю это его любимое блюдо или нет но он есть такое слава богу наш ребенок кстати никита пришел вчера со школы такой расстроенный чуть ли не плакал что случилось он короче я им а должна была быть одно контроль которую он учил он готовился но участил как зала дала ими контрольную по математике а эту тему по новой теме эту тему они сделали буквально позавчера новую тему и все и вчера сразу же на следующий день она дала ведь это контрольную работу вот и никита боится что он обе контрольной работы сделал плохо и боится потому что это все-таки заключительные контрольные работы перед окончанием школы, он боится, что у него будут плохие оценки за второе полугодие. Блин, я тоже, конечно, побаиваюсь, но надеюсь, надеюсь на лучшее. Так, пообедала и сразу делаю ужин заранее, потому что это будет холодный ужин. Видите, я здесь бросила рис, он сейчас у меня просто отваривается, рис. Я буду делать им салат одеризу. Это салат рисовый, короче, как по-русски сказать. Здесь у нас в Италии делают такие холодные блюда, когда летом жарко. Или салат из пасты, или салат из риса. И вот такие вот заготовки у нас уже готовы, продаются, видите. Здесь всякие овощи, вот морковка, там, господи, кукуруза. Господи, так хочу сказать по-итальянски, блин, не могу сказать по-русски нормально. Перец болгарский, потом горошек, сельдерей, грибочки. В общем, тут всё ассорти, это всё маринованное, да. И вот это у нас продают такие, вот они, кстати, не сильно дорогие. Вот такие вот заготовки для этих салатов, или из пасты, или из риса. Вот сделаю. Так, закрываю. Это моё любимое мороженое, которое продаётся в Лидли. Я марку закрываю, чтобы не говорили, что я делаю рекламу. Обалдеть, такой вкусный вкус. Как я сказала, нормально? Вкусный вкус. Покрытый вкусным шоколадом молочным и миндаль. Вот, обалдеть, вот как мне нравится это мороженое. Специально вот позавчера поехали взять это мороженое для меня тоже. Вот, видите, какая паста прикольная получилась. Это паста, паста, салат, рисовый салат. Всё, я бросила сюда. Видите, тут даже есть эти артишоки. Вот это артишок порезанный. И даже есть маринованные огурчики. В общем, вроде вкусные, но я всё равно такое не сильно люблю, потому что маринованные, сильно маринованные мне не нравятся. Но это будет... Мужикам в основном едят такое мой муж и его сын. Даже нигде такое не ест. Ну всё, осталось только в холодильник положить. И вот такое вот летнее блюдо в жаркую жару, как раз в самый раз. Так, слушайте, чувствую я себя свиноматкой. В полном смысле слова. У меня после этих халатушек, у меня так живот округлился, и такой плотный стал. Офигеть! Вот нафига я себе позволила! Ладно, всё, больше не буду делать эти оладьи. Я лучше буду оставлять кабачки, буду делать икру. Или просто протушивать их вот так вот, как мы делаем по-итальянски. Итальянский рецепт, короче. Офигеть! Как я себя плотно чувствую! Уже вроде бы как время прошло. Соль после обеда, но всё равно, блин! Хорошо вот так вот под такой майкой не видно. Она свободная майка. Так, я почему сейчас оделась? Я жду мужа, он должен приехать сегодня пораньше после работы. Он вообще каждый день приезжает пораньше с работы, наверное, потому что, опять же, из-за того, что я скоро улечу. И вот чем ближе дата отъезда, тем, как говорится, вот такие вот у нас изменения. Он грустный, и он такой добрый, и всё такое, мой муж, как никогда. Ну, грустный, короче. Ну, подождём воскресенье, посмотрим. Может быть, он тоже прилетит хотя бы на неделю туда ко мне. В Молдавию. Вот. Так что... А, почему? И, короче, сейчас жду мужа, он придёт пораньше, и мы поедем в один магазин, где я, Никите, купила шорты. Там я куплю себе тоже такие шорты. Есть именно для работы у моей бабули. Потому что они очень удобные с карманами, и застёгиваются. И типа таких шорт, какие у меня есть, в каких я работаю у бабули, но просто мои уже так протёрлись, так выгорели на солнце, что они уже не синие, они уже какие-то бледные такие, бледно-голубые, вообще непонятно, протёртые, пипец, блин. Вот. Так что пойду я туда, куплю шорты, и Никите купим шарики. И я хочу, перед тем, как ехать туда за шортами, я хочу, чтобы мы поехали в тот магазин, где я вчера была, всё-таки купить то платье. Вот это разлетайка платья. Мне оно очень понравилось. Но я взяла из-за того, что оно немножко просвечивалось сзади. Трусики немножко просвечивалось. Но у меня, смотрю, начали люди писать и в Одноклассиках, и на Ютубе, что очень красивое платье, берите, берите. Ладно, пойду возьму. Всё-таки красиво мне очень понравилось. Ну пусть там немножко просвечивать, ничего страшного. Я надеюсь, что оно ещё там есть в платье, потому что было тоже как-то в этом же самом магазине, когда три года назад, почти три года назад, это самое мне, я поехала шопинговаться в тот магазин Модобрянца, и мне там понравилось так одно платье, но я выбрала почему-то другое. И потом я хотела, я когда смотрела своё это видео, и я смотрела на себя со стороны, и вот мне так захотелось всё-таки... Никого. Мне так захотелось всё-таки купить то платье, и как раз мне надо было улететь срочно на похороны моего брата покойного. И получается, что я не пошла сразу за тем платьем, а уже когда вернулась домой, вернулась в Италию, пошла в тот магазин, а его уже и не было. И вот я сейчас тоже боюсь, вчера оно было, а сегодня уже, не дай бог, не будет. Но всё равно надо будет поехать посмотреть, а если будет, сразу куплю. У меня Никита сегодня пришёл со школы, и он меня обрадовал, сказал, что учителька по математике всё-таки дала им один час, чтобы они закончили контрольную по географии. Потому что, вот я говорила, что он вчера испугался, потому что он мало что сделал, и мало, может быть, что сделал именно правильно, потому что мало было времени. И там пару уравнений такие сложные были, ужасно, что мало кто решался его вообще решать, чтобы времени хватило. И сегодня всё-таки маэстро расщедрилась, дала им один час, чтобы они закончили эту контрольную работу. В общем, Никита вроде бы её сделал. Он сказал, что только одно уравнение, последнее там не сделал. Тяжело было и всё такое. Или не наделал, или не сделал. Но, в общем, хоть-хоть уже есть надежда, что хоть по географии оценка будет нормальная. Ну, по математике жалко, наверное. Наверное, у него всё-таки плохая оценка будет. Ну ладно, будем надеяться. Наденька, я жду мужа и поедем. Ой, держите кулачки за меня, чтобы платье-то было ещё и я куплю.